Невозможно не снимать его просто бесконечно. Столько планов, столько фактур. Гладкий камень, шершавый камень, гладкая стукатурка, нагревшиеся под солнцем железо, нежные листья. И чайчики поверх всего. Одна из самых интересных вещей на свете. Для меня так точно. То, как люди меняют свои жилища, когда могут либо себе это позволить, либо это устроить. С одной стороны, этот дом начала 20 века постройки. Он строился сразу как и жилой дом, и склад, и офис. А с другой стороны, вот так. Это колония Карлсона в Хиппи. И это, заметьте, самый-самый центр. Зеленый бок гранд-отеля Лондон. Дом архитектора. Вот внизу тот бар, который ночью шумит прекрасно. Рядом Альба. То есть, вот это начало улицы Прислав, это площадь Мусала. Самый-самый-самый центр. Самое тусовочное место. Вот так выглядит сердце моего города. Он стал наш город художником, но кажется, он все-таки актер. Актер и театрал. Запри живую жизнь, запрети ей собираться в закрытых залах. Она придумает вариант. И вот эта летняя сцена называется «За театром». Будет детское представление, поэтому в основном мамы с детьми ждут. Почему я называю этот город москутным изъявом и считаю, что тут каждому найдется, что посмотреть. Главное двигаться медленно. Да, вот это на улице Мартинелли, такое совершенно современное здание. Начало двухтысячных построек. И рядом с ним честный, красивый XIX век. В 1965-е построено сразу после пожара дом, по-моему, Хаджиби Аула. Сейчас не соврать бы. И тридцатые. Архитектурный модернизм. И двери. И снова современные дома. И все отражается одно в другом. Обратите внимание на отражение. Плюс 27 на улице. Вот так звучит Варня. Если идти по улице Дебр, почти до самого ее конца, попадаешь в удивительные кварталы, которые построены прямо на холме и немного напоминают Грузию. Ну, скажем так, я в Грузии еще не была, поэтому мои фантазии о Грузии. Эту лесенку я вам показывала неоднократно. В частности, в Найди мне это в Варне. А вот по этой лесенке, соседней с ней, я никогда не ходила. И даже не знаю, что там. Смотрите, кто зреет. Через три недели он будет уже. Ну, хорошо, через месяц его можно будет уже пробовать. Для Юлии Избергина как выглядят в Варне проходные дворы. Их у нас маловато. Но вот в целом они выглядят вот так. Это булочный дом в несколько квартир. Это два прохода, передний и задний. И калитка, которой можно воспользоваться, чтобы пройти двор и посмотреть, а что, собственно, за ним. Я конкретно здесь еще ни разу не ходила. Сохранившаяся дверь. Эпохи архитектурного модернизма. Розы, которым никто не сказал, что их уже должны были собрать, и они должны были отсвести. Грозы здесь будут до конца октября. И противоположный вход. Тайный проход на соседнюю улочку. Цветет юбка, значит, ноябрь. Вот такое у нас время года. И где-то мы с вами оказались. Оказались мы прямо в 19 веке. Это часть моего маршрута. Варна перед освобождением. Варна 19 века. Которую я вам в среду буду показывать. Вот это с красивой рыжей черепицей. Задние ворота, ритуальные залы. Дома свадебных церемоний. Я вообще даже не знала, что у них есть задние ворота. Это улица свадебных салонов. Она примыкает вплотную к ритуальной зале. То есть к месту, где празднуют свадьбы. Ритуальная зала. Это дом. Это середина 19 века. Он у нас в глубине кадра. Сейчас не буду его показывать. В среду увидите на маршруте. И в общем, это довольно современные дома. Современные дорогие платья. Окей. Свадебные дорогие платья. Дома с лифтами. Дома стеклянные. И внезапно пахнет деревней, костром, шашлыком. Плотный-плотный-плотный запах такого подмосковного лета. Когда выехал с друзьями на речку или на озеро. И там тебе хорошо. С приветом из Вармы. Ольга Недорубова. И проект «Ходи, смотри».